итак здравствуйте дорогие друзья сегодня у нас пятница 2 февраля давайте с вами посмотрим на графики еврофунт и поговорим о дальнейших перспективах движения мы видим что евро британский фунт если в первой половине дня давление на эти торговые инструменты сохранялась довольно высоко вышли у нас пересмотрены в худшую сторону данные по индексам активности производственном секторе некоторых стран еврозоны в целом по еврозоне показатель остался на уровне 46 6 пункта что указывает на сокращение активности евро отреагировал на это снижением вышли у нас данные по инфляции она в еврозоне хоть и снизилась до 2 8 процента а базовые цены снизились до 3 и 3 но данные оказались чуть хуже прогнозов экономистов что в принципе остановило давление на евро и учитывая что инфляция теперь снижается не так активно как прогнозировалось вполне вероятно что это как-то повлияет на планы европейского центрального банка но далеко забегать вперед не будем все-таки и cb ясно озвучил свою позицию на прошлой неделе и не будем пожалуй ее еще раз касаться и мусолить эту тему акцент у нас был конечно же на решение и банк англии по процентной ставки остался на на уровне 525 без изменений но куда и более интересно это количество на голосов которые отдано было 6 проголосовали за то чтобы оставить ставку без изменений двое проголосовали за то чтобы ее повысить до уровня пять с половиной процентов и один член комитета проголосовал за то чтобы ее понизить и это довольно важный сигнал но в том плане что банк англии все-таки несмотря на высокие высокое ценовое давление а по прогнозам банка англии должна инфляция прийти в норму весной этого года все-таки уже есть те кто ставит на ослабление ценовой политики так как все-таки экономика очень сильно буксует и вот-вот может скатиться в рецессию очевидно что трейдеры отреагировали ростом покупками британского фунта на заявление бейли он ясно дал понять что пока инфляция не придет в норму никто повышать никто понижать ставки не будет также из заявления пропала строка о том что ставки вероятно могут быть повышены в случае необходимости но четкая позиция по инфляции все-таки помогла британскому фунту как я ожидал компенсировать все падение и достаточно неплохо вырасти нацелившись на обновление максимума в прошлой неделе куда я думаю сегодня британский фунт и пойдет аналогичная ситуация была с из европейской валюты отыграв и обновив недельный минимум и довольно неплохо выкупили евро но и я думаю что связано это также дополнительно с американским рынком труда который начинает постепенно испытывать проблемы вышли у нас недельные данные по числу первичных заявок на пособие по безработице там он произошел резкий рост почти на 250 тысяч и это очень очень важный момент так как все-таки недавний отчет этой дипи теперь недельные данные и впереди у нас важный нон фармы все это указывает на возможные проблемы на американском рынке труда что трейдеры уже наперед и отыгрывают давайте с вами как раз и поговорим о сегодняшних данных нет никакой у нас важной статистики по еврозоне объем промышленного производства франции нас мало интересует выступать нас хью пил по великобритании но я думаю что вчера бейли все сказал поэтому ничего нового мы не услышим ну и конечно акцент будет на уровень безработицы прогнозируется рост в январе в сша до 3,8 процентов с 3,7 и на изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе прогнозируется рост всего лишь на 177 тысяч против 216 месяцем ранее и конечно если этот показатель разочарует то очевидно что давление на американский доллар возрастет это все усилит опасения более раннего мартовского снижения процентных ставок федеральной резервной системы и также нужно посмотреть на изменение числа занятых в частном секторе и изменение средней почасовой платы труда если там у нас будут заметно значительно замедление темпов роста то все это плохо для американского доллара единственное на что можно рассчитывать это на отчеты университета мичигана это индекс настроения потребителей может он вырасти инфляционные ожидания могут снизиться но опять же насколько это хорошо для доллара вопрос относительно что касается теперь непосредственно технической картины есть у нас часовой график евро доллара есть нас торговлю в рамках верхней границы бокового канала есть нас 08 93 такой довольно экспериментальный уровень попробуем что-то здесь поискать движение вверх формирование ложного пробоя сигнал на продажу в расчете на коррекцию и на компенсацию части хотя бы вчерашнего роста акцент буду делать на 08 50 защита этого диапазона ложный пробой на нем я думаю к этому времени если евро сюда спустится по тянут и средний скользящий ложный пробой будет хорошей точкой входа от них в расчете на восстановление и на движение к 08 93 уже с прорывом и обратным тестом сверху вниз слабая статистика и слабые данные по рынку труда сша легко дадут точку входа в длинные позиции и откроют нам дорогу на 0993 и быть может даже на 966 где посмотрю продажи на отскок с движением в 335 пунктов короткие позиции на 931 08 93 только при формировании ложного пробоя если никакого движения от 08 50 нет выходит сильные нонфармы то очевидно что евро просядет просядет и к 08 10 и даже быть может 07 83 от этих двух диапазонов буду открывать длинные позиции при формировании ложного пробоя ну а покупки от 07 83 насколько с коррекцией в 25 30 пунктов что касается британского фунта здесь может быть продолжена восходящая тенденция и очевидно она будет хотелось бы получить зацепить точку входа в длинные позиции на 2737 в первой половине дня но акцент будет сделано 2771 прорыв выход за пределы этого диапазона обратный тест сверху вниз все это приведет 2797 и быть может даже 2823 после слабых нонфармов где посмотрю продажи на отскок с коррекцией в 25 30 пунктов короткие позиции 2797 2771 против новой восходящей тенденции конечно же только при формировании ложного пробоя ну а если быкися не проявит на 2737 будут сильные данные по сша закрепление проторговка ниже этого диапазона могут дать точку входа в короткие позиции в расчете на 2708 и даже на 2679 где посмотрю покупки на наскок с коррекцией в 25 30 пунктов длинные позиции 2708 как и 2737 буду смотреть при формировании ложного пробоя так как несмотря на высокую волатильность и борьбу покупателей-продавцов пока сложно определиться с направлением очень может быть что вчерашний рост легко сегодня перекроется и мы закроем неделю где-то в районе 2680 так что не питайте эйфории всем удачи а